Какие вы все миллионов? О чем вы говорите? Я ни у кого ничего не брала. Согласно реестру юридических лиц, вы являетесь учредителем и руководителем данного общества с июля 2023 года. Ольга Иванова находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. При поиске работы в сети на глаза попалось объявление о работе менеджером в компании. Во время собеседования выяснилось, что вакансия менеджера занята, но есть должность руководителя фирмы. Ольга передала все свои персональные данные, паспорт, банковские реквизиты. Я подписала какие-то документы, потом мы съездили в налоговую, я получила какую-то флешку и в банк открыли счет. Он мне перечислил зарплату, я очень обрадовалась, они мне как раз были очень нужны. И я передала ему все документы. А когда наступил следующий период для оплаты, я на этот номер уже не смогла звониться. Часто фирмы-однодневки регистрируют на подставных лиц. Эти люди номинально становятся руководителями или учредителями предприятий, но на самом деле вести какую-либо хозяйственную деятельность не собираются. Люди представляют персональные данные и подписывают документы для госрегистрации фирм-однодневок, фактически не имея представления, с какой целью создаются данные организации. Спустя некоторое время граждане узнают, что являются руководителями и учредителями компании с многомиллионными оборотами, которым предъявляют требования кредиторы и контролирующие органы. Месяца два назад стали приходить письма от налоговой. Я сначала не придала этому значения, а позже писем стало еще больше, и я забеспокоилась, потому что там какие-то странные цифры, какие-то долги, и я побежала в налоговую ближайшую. И оказалось, что за организацией, которая на меня вот этот вот, во всей видимости, Сергей оформил, числится за должность в размере 8 миллионов рублей. Самарское налоговое ведомство напоминает, что за предоставление документов, паспорта для регистрации в качестве руководителя организации граждан, которые не планировали заниматься бизнесом, могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной. На сегодняшний день сформировалась устойчивая судебная практика. Например, в 2023 году 140 самарцев привлечено к уголовной ответственности за фиктивное руководство в компаниях. Судебные решения уже вступили в законную силу. Кроме того, по заявлениям налоговых органов в 2023 году возбуждено 338 уголовных дел, 266 фактов выявлено, и материалы об обнаружении преступлений в сфере государственной регистрации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей переданы в правоохранительные органы. Ответственность за нарушения в деятельности компании полностью лежит на руководителя организации, даже если он является фиктивным директором. Ольге Ивановой теперь предстоит ответить перед законом. Грозит привлечения к ответственности в соответствии со статьей 173 прим. 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. И ответственность по этому нарушению предусмотрена в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет. То есть наказание довольно-таки суровое. Проверить, не являетесь ли вы бизнесменом по неволе, можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России. Для просмотра сведений налогоплательщику необходимо в разделе «Профиль персональной данной сервиса» зайти во вкладку «Участие в организациях». В сервисе предоставлены сведения об организациях, в которых налогоплательщик является руководителем или учредителем. Если на ваше имя зарегистрирована организация без вашего ведома, то необходимо незамедлительно обратиться в налоговое ведомство и правоохранительные органы. Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События.